Здравствуйте! Мы снова на дистанции с обзором самых интересных спортивных событий недели. Сегодня в программе. Волейболистские северянки приступили к тренировкам. После отбыска, конечно, тяжелее. Футбольный клуб «Череповец», став сборной области, нацелился на медали. Команда атакующая, бомб забивает. Мотогоночный сезон на Северо-Западе стартовал в Боровичах. День Металлургов, как всегда, не обошелся без спортивного шоу. Городские власти в последние годы постарались максимально увеличить количество доступных мест в городе для занятий физкультурой и спортом. Насколько это удалось, мы узнали у самих горожан. И дождь не помеха, и другие капризы природы ей не страшны. Ливия Александровна всегда находит время для физической культуры. Решила собой заняться, фигурой своей, потому что, кажется, немножко поправилась. Нормально иногда так езжу на велосипеде, тогда хожу пешком, а сегодня вот решила дождик. Думаю, надо лишние килограммы сбросить и побегать немножко. Ливия Александровна как раз из тех 66% череповчан, которые спортом занимаются. Здоровый образ жизни нынче в моде, особенно у категории горожан от 18 до 44 лет. Причем большинство, 54%, занимаются физкультурой самостоятельно на открытом воздухе. Самые популярные – пешие прогулки, лыжи, тренажеры, велоспорт. Как отмечают специалисты, все это доступно. Хотя почти 16% череповчан считают спорт затратным. И все-таки стоит оглянуться вокруг. За Шексинский район здесь спорт все-таки можно называть спортом шаговой доступности. Есть пришкольные стадионы, на которых все желающие могут заниматься бесплатно. А недавно здесь появился еще один спортивный объект под открытым небом. Здесь есть оборудование для скейтеров, велолюбителей, площадка для футбола и волейбола. А вот жителям других районов Череповца пока об этом можно только мечтать. По результатам исследования опрошенные череповчане сетуют, что спортивных объектов недалеко от дома не хватает в индустриальном и Заягоровском районах города. Вопрос спорный, говорят в мэрии. Именно в Заречье больше всего школ, а значит пришкольных стадионов. Наиболее глобальный проект на сегодняшний день – это движение «Как образ жизни», как раз в рамках которого проходят у нас бесплатные занятия во всех районах города. Это проект, который объединяет в себе различные разделы. То есть, например, пришкольный стадион как раз в этом году набирает обороты. То есть на школьных стадионах организуются занятия. В любое неурочное время все желающие могут заниматься на пришкольных территориях бесплатно. Кстати, в этом году «Новую жизнь» обрели три стадиона – в 29, 30 и 20 школах. В планах привести в порядок пришкольные площадки 26 и 27 школ, а также 21. Для того, чтобы дополнительно людей привлечь на стадион, снять страх или боясь начать заняться у тех людей, которые долго собираются, но не могут прийти на стадионы, мы на ряде стадионов организовали занятия под руководством спорторганизаторов. Так называемые мастер-классы уже полюбились череповчанам. К примеру, скандинавская ходьба, массовые зарядки, пробежки в парках, на городских стадионах. А неделю назад стартовал новый проект – загородные велопрогулки. За Шекснинском сбор по четвергам, по вторникам в Заречье. В Череповце работает диспетчерская информационная служба, где все череповчане могут получить информацию о том, где бы они могли позаниматься, в какую группу они могут записаться, как на платной, так и на бесплатной основе. И все-таки 33% череповчан с физкультурой не дружат. Самая популярная причина отказа от спорта – недостаток времени. На это сослались почти 38% опрошенных. По словам спортсменов, все это отговорки. Было бы желание. Череповецкий мотогонщик Артем Фирсанов принял участие в первом этапе чемпионата Северо-Запада России по мотокроссу. Гонки проходили в городе Боровичи Новгородской области. В Боровичах состоялся первый этап чемпионата Северо-Западного федерального округа России по мотокроссу. В соревнованиях приняли участие спортсмены в различных классах мотоциклов с объемом двигателя от 50 до 450 кубических сантиметров. Соответственно и возраст участников от самых юных, пятилетних и до класса ветераны от 52 лет и старше. Дождливая погода размыла вновь построенную трассу Бобровские горы, что ничуть не смутило участников мотокросса. В классе 65 кубиков победителем в обоих заездах стал петербуржец Иван Шигорен, а волокжанин Антон Шайкин по итогу на 19 позиции. Череповчанин Клементий Зарихин на 18 месте. В классе ветерана А череповецкий гонщик Эдуард Зарихин занял седьмое место, но он принимал участие только во втором заезде. Другой череповецкий ветеран Владимир Пелецкий выступал в более старшей группе Б. Из шести участников в возрасте от 52 лет и старше он занял общее шестое место в первом заезде, но сошел с дистанции во втором. В классе 125 мужчины волокжанин Артем Спирин в общем зачете приехал в первом заезде десятым, а во втором седьмым и занял общее восьмое место, а в своей двухтактной группе стал вторым. Другой представитель Вологодской области Даниил Зотов занял седьмое место. В классе 250 вологодский спортсмен Дмитрий Спирин уверенно держался в первом заезде на второй позиции, а во втором приехал третьим. По сумме набранных очков Дмитрий стал серебряным призером первого этапа чемпионата. Череповецкий спортсмен Артем Ферсанов впервые в своей спортивной карьере гонялся в классе 350 на мотоцикле, предоставленном спортсменам из города Великие Луки Сергеем Васильевым. На финише заездов череповчанин приехал девятым и восьмым. В итоге он набрал 25 очков и занял по электронному хронометражу восьмую позицию. Второй этап чемпионата состоится в Манчегорске в Мурманской области в начале августа. В первенстве России по футболу в третьем дивизионе завершился первый круг соревнований. Футбольный клуб Череповец завершал первую половину турнира домашним матчем с командой из Твери. Футбольный клуб Череповец по ходу чемпионата смог значительно укрепить свой состав за счет футболистов из других городов Вологодской области. В результате команда стала показывать гораздо более интересную игру, больше забивать и уже может с полным правом рассчитывать на попадание в тройку призеров. Четыре вологодских ребят играло с первых минут, потом одного заменили, еще два из «Сокола». Так что у нас реальная сборная область. Они приезжают на некоторые тренировки сюда, потом мы встречаемся в первенстве области со всеми. Потом мы, когда на выезд едем, иногда мы тренируемся в Вологде. Там проводим предыгровую тренировку, то есть различные варианты. Один из вологодских футболистов Артур Малыгин уже стал лучшим бомбардиром команды и входит в тройку самых забивных игроков чемпионата. Но в игре с регионом 69 ему немного не повезло. Не забил пенальти. Не забили очень хороший момент, в том числе я не забил пенальти. Наверное, переволновался, хотел забить, но не повезло в этой игре. Сегодня не мой день, наверное. Настой ноги встал, может, не знаю. Вообще в этой игре череповщане не реализовали два 11-метровых удара. И, кроме того, упустили множество голевых моментов. Однако дважды мяч все-таки побывал в воротах тверчан. И этого для победы вполне хватило, учитывая подавляющее игровое преимущество хозяев поля. Оба гола на счету Евгения Пономарева. Итог матча 2-0. Благодаря этой победе череповец ворвался в тройку лидеров чемпионата. А учитывая, что прогресс в игре налицо, то на второй круг можно ставить вполне амбициозные задачи. Во втором круге, я считаю, что наша команда будет только прогрессировать. Так как в течение чемпионата у нас появляются сильные еще игроки добавляются. И во втором круге задача стоит побеждать в каждом матче и занимать первое место. Я считаю, это реальная задача. Следующий матч на своем поле череповец проведет уже в августе. Волейболистские северянки вышли из отпуска. Время для отдыха пролетело незаметно. И уже совсем скоро начнется сезон. Матчи Кубка Победы состоятся уже 4 сентября. Поэтому предсезонная подготовка будет интенсивной. Волейбольная команда северянка остается в новом сезоне в высшей лиге. Но матчей с клубами Суперлиги будет достаточно много. Причем увидеть элитные клубы можно будет в Череповце уже в сентябре. В играх в рамках нового турнира Кубка Победы. Из-за этих соревнований подготовка к сезону будет более интенсивной. Всего полтора месяца. Кубок Победы. Будем играть дома в начале сентября. Все равно рассматриваю его как подготовку к чемпионату. Конечно, хочется удачно выступить в нем. Поэтому, возможно, будем форсировать. Но даже по первой тренировке видно, что команда даже по сравнению с прошлым годом вышла более физически подготовлена. Поэтому, я думаю, мы чуть-чуть быстрее начнем наращивать объемы волейбольные. А также именно строить команду, которая, в принципе, была построена за два года уже. Ну, так скажем, восстанавливать какие-то маленькие некоторые фрагменты с новыми игроками. Возможно, просто улучшать. Потому что мы сегодня поговорили с командой собраний и пришли к выводу, что просто потихоньку мы должны улучшать нашу игру от дня ко дню и прогрессировать. Лето волейболистки провели по-разному. Так, вернувшаяся в родную команду Ксения Кравченко сейчас в сборной России на мировом гран-при. Успела сыграть за национальную команду и либеры-северянки Александра Иванова. Предложение в сборную было неожиданным. Отдыхала на море вместе с семьей. Но было очень приятно, конечно, попасть в сборную, ощутить атмосферу, потренироваться с первой команды страны. Это большой опыт для меня. Много приятных впечатлений от отпуска и у Екатерины Стариковой. Впрочем, фамилия в паспорте у нее теперь другая. Екатерина вышла замуж, но, говорит, на игре этот факт отразиться не должен. Да нет, вообще не почувствовала ничего. Все так же. Тренируются в составе и две новые волейболистки. Они призваны заменить потерю двух лидеров прошлого сезона – Юлию Григорьеву и Наталью Хадунову. На позицию центральной блокирующей пришла Наталья Немтинова из Сахалина. С ролью главного бомбардира должна справиться Ольга Шукайло, которая уже выступала в Череповецкой команде. Поступило предложение, я не раздумывая согласилась, потому что в первую очередь тут работа кипит. И очень хороший коллектив, очень хороший тренерский состав. Ну, так как я тут уже играла, я как бы знаю, что хорошее руководство и команда добивается успеха благодаря своей работе. Просто хочется работать сейчас. Очень хороший загар. Если как, то ли это? В Геленджике. Я там живу. Ну, довольно темно прогрессивно. Да, был самый большой отпуск в моей жизни, потому что не надо было ни дипломы писать, ничего. Три месяца отдыха, конечно, приходилось тренироваться, заниматься, бегать, чтобы не потерять форму. Но, в принципе, прекрасно отдохнули и готовы к работе сейчас. Чемпионат России Высшей Лиги стартует в октябре, но в составе Лиги еще могут произойти изменения. Но Северянку в деле мы увидим уже в начале сентября в Череповце на групповом этапе Кубка Победы. Приедут к нам и ведущие клубы Суперлиги. Бронзовый призер чемпионата Уралочка и Амичка. Волейболистки также собираются провести мастер-классы для горожан. 23 июля на стадионе школы номер 1. 28 числа возле школы номер 5. Начало 17.30. А в Череповце на этой неделе отмечается День Металлурга. В качестве главного спортивного события на этот раз было шоу в Алмазе, где сначала играли в хоккей, а потом блистали фигуристы. Тысячи горожан и гостей города собрались в спортивно-концертном зале «Алмаз». Интерактивные площадки, аниматоры и настольный хоккей. Все эти развлечения лишь разогревали гостей перед праздником. Среди приглашенных оказался и Николай Козин. В свое время он участвовал в строительстве пятой домны. Видимо, поэтому каска с автографами хоккеистов Северстали снабжена затемненным стеклом. Любитель хоккея с 50-летним стажем с ностальгией вспоминает о советском спорте. В тот хоккей был более комбинационный. Советский хоккей был. Мне кажется, что больше даже мыслей было. Именно в такой хоккей играли в Алмазе-Металлурге. Ледовой баталии предшествовал выступление чемпиона мира по фигурному катанию Алексей Ягудина. Он же пригласил на лед команда хоккеистов. Северсталь возглавил генеральный директор стального дивизиона Сергей Торопов. Капитаном ледовой симфонии был прославленный фигурист Илья Авербух. Сегодня не случайно мы выбрали такой праздник. Сталь ассоциируется с металлом, с пламенем. А мы выбрали ледовый праздник для того, чтобы понять, кто победит. Ледовая симфония! И Северсталь! Очень рады сегодня быть на этом замечательном празднике. Хотим поздравить всех с этой действительно значимой датой. Но хочу сказать, что нам здесь очень нравится. Поэтому мы сегодня будем побеждать, чтобы нас снова пригласили на матч на матч. В команду Северсталь вошли металлурги. Они скрестили клюшки с фигуристами, артистами и звездами российского и советского хоккея. Комментировал матч Григорий Твалтвадзе. Не встречая серьезного сопротивления, Северсталь разыгрывала комбинации, которые заканчивались взятием ворот соперника. Пошли, друзья! Северсталь вошли металлурги подыгрывали ледовую симфонию. Спортивный праздник закончился со счетом 8-5. Но фигуристы и артисты все же блистали в этот день на льду в более привычном для себя амплуа. После хоккея в Алмазе началось ледовое шоу Ильи Авербуха. Череповец, помимо звезд фигурного катания, приехали участники проекта «Ледниковый период». Красочное шоу было принято на ура. Спасибо, Череповец! С праздником! Северсталь! Это все о спорте на сегодня. Снова встретимся через неделю в это же время. До встречи и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин